Для того, чтобы пройти первый способ, вам нужна еще теорема 0. А именно, нужно уметь давать определение непрерывности функции через открытое множество теоремы 0. Функция f непрерывна в том и только в том случае, когда прообраз любого открытого множества открытый. Это очень важное определение непрерывности. Им чаще всего пользоваться удобнее. Чаще всего гораздо удобнее пользоваться. Что такое прообраз, все помнят? Если у вас есть, например, отрезочек от 1 до 2, на этой оси, а функцию зовут модуль X, то прообраз, это вот что такое, это вот этот отрезок и вот этот вместе взятый. Прообразом называется множество тех X, когда f от X принадлежит тому множеству, которое вас интересует. То есть, берете какое-то множество на оси Y, проводите соответствующие горизонтальные прямые, где пересекается с графиком и опускаете... Книку, да. Сейчас, а если образ любого открытого множества открыт, тогда это не верно. Все книги, это не верно. Ну, образ любого открытого множества открыт, это очень важная штука. Называется открытое отображение. И, ну, типичный пример такого, это для функции конвексных перемен. Вот там действительно образ любого открытого множества открыт, это, что называется, любимая фраза, когда вы будете изучать TFKP. В вещественном анализе открытое отображение, в принципе, тоже можно изучать, но это в тысячу раз менее интересно. Я могу объяснить, почему. Берете вот такую вот функцию непрерывную и берете открытое множество. Вы понимаете, что его образ, это будет отрезок открытый с одной стороны. Вот, поэтому непрерывное отображение вовсе не обязательно является открытым. Ну, если честно, и наоборот, тоже. То есть, аниму 0 до 1 чек по одной простой причине. Боюсь, что часть присутствующих не помнит определение непрерывной функции. А если так, то тогда все вот эти вот прибамбасовые крутации для них являются... Да, такой вот странный сказ, что я не помню, 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 я не помню. А что, вы даже ее умеете? Нет. Ну, в смысле, скорее всего, там понятно. Сначала доказать, что она выпуклая, потом... Ага. Молодец, молодец. Нужно доказать, что она выпуклая, да. А это очевидно. А это совсем очевидно. А, если можно было бы... А, да, да. Типа надо было мужество. Сейчас. Попробовала бы, оно быть не выпукло. Сейчас. Тогда есть дырочка прям, извините... Посередине. Да. Не посередине, да. Значит, можно вот по ней разрезать. Просто именно по этой дырочке, я покажу вперед. Теорема 3. Что она? Гласим, то, что разнокомпактная подножность прямой, это отрезок. Ну, классно. Ну, вот у нас прямая. Ну, хорошо. Пусть это не так. Вот тогда у нас есть... Да, для начала докажем, что это множество, а оно выпуклое. То есть, докажем 3. Докажем 3. Да, докажем от противного. Пусть это не так. Там вот где-то вот здесь вот есть какая-то вот такая вот... У меня, секунду, не такая. Тогда есть две точки. Вспоминаем о пределении выпуклости. Выпуклое, это значит, вместе с любыми двумя точками содержит весь отрезок. Тогда есть две точки, которые принадлежат нашему множеству. Итак, а из нашего множества, б из нашего множества. А вот некоторая точка с, расположенная на этом отрезке, кстати, не обязательно середине. Какая точка? Она не принадлежит. Итак, фиксируем. А принадлежит множеству. Б принадлежит. С не принадлежит. Пишите. Доказательство теоремии 3. Пусть множество не выпуклое. Почему не выпуклое? Потому что он хочет доказать, что это отрезок, следующим образом. Он сначала объяснит, что оно выпуклое. После этого он возьмет его точную верхнюю грань, точную нижнюю грань и объяснит, что это множество совпадает как раз с отрезком от точной нижней до точной верхней грани. Итак, от противного. Пусть множество не выпуклое. Вспоминаем определение выпуклости. Тогда у нас есть две точки А и Б. Предадлежащие множеству. Предадлежащие нашему множеству. Потому что вот точка цены, лежащая между ними, она не принадлежит нашему множеству. Да. Ну, классно. Вспоминаем определение связности. Множество связано, если нельзя его разбить на два не пустых, не пересекающихся, открытых подможества. Да. Ну, я сейчас покажу то, что можно. Вот эту вот вещь. Луч. А цену. Бесконечности. Вот это вот. И луч. А цену. Плюс бесконечности. Оно будет содержать в себе, соответственно, наше множество. Полностью. И поэтому... Потому что точка цены не принадлежит. И поэтому не говорим о том. Оно содержит вообще в себе всю прямую, кроме точки цены. А цен нам не принадлежит. Соответственно, множество там наше будет. Противоречие. Итак, оно выпуклое. Да. Теперь, у любого множества есть такие варианты. Либо оно не ограничено. Ни сверху, ни снизу. Либо оно, скажем, ограничено с одной стороны, не ограничено с другой. Или ограничено совместно. Да. Так вот, нужно объяснить, почему не может быть так, что множество, скажем, не ограничено сверху. Ну, классно. Чему это противоречит? Это противоречит компактности. Правильно. Ну, соответственно, то, что если... Ну, давайте напомните. Почему это противоречит компактности? Ну, потому что мы не можем выбрать это конечный под... Как это назвать? Из какого покрытия нельзя выбрать конечное покрытие? Пусть у вас множество не ограничено. Да. Например, не ограничено сверху. Не знаю, не важно. Ну, классно. Ну, вот мы можем вот брать вот такие открытые множества. Вот такие вот. Какие? Открытые множества, но которого начало одна будет середина и другую. Все, все, все. В сто раз легче. В сто раз легче. В сто раз легче. Придумайте систему покрытия открытыми множествами, да, пожалуйста. В сентербон. В сентербон. В таком случае, да. Что называется, мы за ценой не постоим. Просто берем все интервалы, какие есть. А, ну да. Они все покрывают. Понимаете? А никакое конечное их не вырывает. Да. Ну, если, так сказать, не гулять так, как Андрей, тогда можно так сказать. Интервалы от минус n до n, где n натуральное число. Да, ну да. Ну и все. Тогда получается у нас это множество, которое вот у нас, оно связано и, соответственно, оно выпуклое, у него есть при этом точная верхняя грань. Да, уже настоящее число. Не какая-нибудь там бесконечность, а настоящее. Конкретное. Да. И вот конкретно вот настоящее число, вот нижняя грань. Да. И оно при этом еще и связано. Точная нижняя точная верхняя грань. Точная, это мы с вами учили теорему, что любое ограниченное сверху множество имеет точную верхнюю грань. Помните? Оно еще выпуклое. И то есть все вот эти вот точки, все точки интервала минуслона принадлежат. А вот почему сама точка А принадлежит? И сама точка Б почему принадлежит? Да, классно. Ну пусть они не принадлежат. Не они, а одна их. Пусть вот, допустим, точка А у нас не принадлежит этому интервалу. Ну тогда у нас, соответственно, что получается? Вот все вот эти вот точки принадлежат до А. И при этом... Сейчас, сейчас, дайте. Нужно вспомнить, почему это противоречит компактности. Подождите. Мы сейчас сказали, что он будет такой, у него есть точная верхняя, точная нижняя грань. У него, как у любого, ограниченное множество. Ну да, да, да. Нет, я поняла, почему это точная верхняя, точная нижняя грань, а дальше что мы хотим? Мы хотим объяснить, что это на самом деле ответ. Просто я хочу показать то, что если это, оно не принадлежит для начала давайте разберемся, почему интервал принадлежит к нашему множеству. Какой интервал? Весь, а, б, б. Почему все точки принадлежат? Я не с них понимаю. Андрей прав, что действительно нужно сначала, чтобы все поняли, почему интервал целиком должен принадлежать. А с какого момента? А с любого, они не понимают ничего. Ничего. Ну тогда сначала. Ну ладно, сначала я доказывал то, что это множество, которое нам дано, оно выпуга. Это все поняли. Да, это все поняли. Хорошо, дальше я доказывал то, что у этого множества есть точная верхняя грани, точная нижняя грани. То есть оно ограничено. Оно ограничено. Да. Да, вот с какого места? С этого момента ли нужно начинать? Ну хорошо, пусть оно у нас вот не ограничено. Тогда нет. Нет смысле, понятно, что ты уже объяснил, что у него есть точная нижняя грани. Говори, правильно? А, почему это отрезок? Почему именно это отрезок или почему интервал содержит? Сначала, почему интервал содержит? Интервал между верхней, нижней, 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 нижней. Понятно. Классно. Тогда смотри. Вот точная нижняя грани, это значит, что соответственно все точки лежат. Это значит, что сколь угодно близко к ней обязательно есть точка из нашего множества. Да, ну вот-вот-вот здесь вот они вот-вот здесь вот сколь угодно близко, да, но при этом вот здесь уже их точка. Благодаря выпуклости это и означает, и точно так же сколь угодно близко к точке Б тоже есть точка А. Это и означает, что весь интервал принадлежит. Поймите же, вы берете в произвольную точку между точками А и Б. Выпухлое, это значит, вместе с любыми двумя точками содержит весь отрезок, соединяющий эти две точки. Так вот, представьте себе, что есть некоторая точка между А и Б. Мы хотим доказать, что она принадлежит нашему множеству. Посмело бы она не принадлежать. Тогда у нас, так сказать, ближе нее к А найдется. Ближе нее к А не нашлось бы ни одной точки. Посмотреть. Да. И ближе нее к Б тоже. Да, да. Нет, в смысле ни по К не было бы, а по П не нашлось. Да, ни по К, ни по К, и по К. И тогда одной из этих чисел не было бы точной гранили. Потому что, еще раз, у нас сколько угодно близко к точке А есть точка из множества. И сколько угодно близко к точке Б тоже есть точка из множества. А значит весь этот отрезок принадлежит по выпуклости. Так, то есть интервал принадлежит. Теперь вопрос, почему отрезок? А, у нас есть точки. У нас же принадлежительные интервалы принадлежат А и Б. Почему А и Б принадлежат? А и Б это точная верхняя и точная нижняя грани. А, и почему они принадлежат? Вообще-то мы с вами в молодости учили, что интервалы полуинтервалы не компактны. Во-во-во, почему? Ну, я могу привести... Да, пожалуйста. Да. Бесконечный набор открытых, например. Вот, пусть точка А не принадлежит. Да. А точка Б хочет принадлежит, хочет не принадлежит, да? Да. Вот возьмем... Вот так открытые множки будем брать, чтобы меня зацепляет друг с другом. При этом... Андрюш, все в сто раз легче. То есть вы, конечно, правы, но есть более простая система. Луч А плюс одна Н-ая и до плюс бесконечности. Лучи, начинающиеся в точке А плюс одна Н-ая... Вот если все-таки лучи взять... Где Н любое натуральное число. Смотрите, в чем идея. На самом деле, начало этого луча, оно будет все ближе и ближе и ближе к точке А. Если бы точка А не принадлежала множеству, то все эти лучи вместе покрыли бы то, о чем идет речь. Да, но и с них нельзя было выбросить. То есть объединение вот таких вот лучей, взятых во всем натуральным числом, это в точности луч от А до плюс бесконечности. То есть он покрывает наш полный интервал. И он, если бы точка А не принадлежала, то бы все покрывал. Хорошо.